Говорит ал-хадис ар-раби' ас-саласун, 34-й хадис нашей книги. Говорит ан-аби-гурейрата, радия Аллаху ану, ан-на-расулу Аллаху ас-саляма, каль. Приходит от Абу-гурейра, радия Аллаху ану, о том, что посланник Аллаха, саляллаху ас-саляма, сказал «Изля джаля сабина шуа би ал-арба, сумма джаадаа, факат ваджабаль гуслю». Говорит, если человек сел между четырьмя органами тела женщины, сумма джаадаа, а потом совершил с ней половой акт, факат ваджабаль гуслю, то гусль, половое, то есть полное омовение, становится обязательным. У афилавзили муслим, а у имама муслима риваят приходит воиндам юнзиль, даже если не произошло семяизвержения. Этот хадис приходит у бухарьи муслима. Значит, что ты понимаешь из этого хадиса? То, что совершение полового акта само по себе влечет за собой обязательность взятия гусля, даже если при нем не произошло семяизвержения. И под половым актом здесь подразумевается введение полового органа мужчины в половой орган женщины, хотя бы головки полового органа мужчины, даже если весь половой орган не был введен. Это уже влечет за собой обязательность взятия гусля. Говорит Гарибуль хадис, непонятные слова в этом хадисе и фразы. Что значит шуа биггаль арба? Что значит, если мужчина усядется перед четырьмя органами тела женщины? Юриду бизали к ядейга ауриджлейга. Под этими четырьмя органами тела имеется в виду ее две руки и две ноги. И это говорит намек на совершение полового акта. Говорит Сумма Джагада, а затем совершил с ней половой акт, слово Джагада приходит с Фадхи Наджим и Надха. Маганаву и его смысл Бала Гальмашақа Бикаддига. Если человек приложит усилия и совершит с ней половой акт. И по словам Джагада, а потом совершить с ней половой акт, это слово является намеком на введение полового органа мужчины в половой орган женщины. Говорит, какой вообще смысл этого хадиса? Говорит, слова пророка в этом хадисе несут следующий смысл. Говорит, если человек усядется перед четырьмя органами тела женщины, под которыми здесь подразумеваются две ноги и две руки, а затем ведет свой половой орган в половой орган женщины, то на них обоих становится обязательным взятие гусла от полового осквернения. Даже если не произошло семяизвержение при этом половом акте. Потому что само по себе введение полового органа мужчины в половой орган женщины уже является одним из тех явлений, которые влекут за собой обязательность взятия гусла. Говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Первое. Указание на то, что гусль становится обязательным, если произошло введение полового органа мужчины в половой орган женщины. Даже если не произошло семяизвержение. Говорит второе. Отсюда ты понимаешь, что хадис Абу-Гурейры, который мы сейчас разбираем, является аннулирующим хадис Абу-Саида Аль-Худри, в котором приходят слова пророка, саллаллаху алисаляма, то, что воду необходимо использовать от воды. Как понять, что воду необходимо использовать от воды? То есть имеется в виду, что гусль нужно брать, если произошло семяизвержение. Так было в начале. В начале гусль, то есть в начале ислама, гусль брать было обязательно, только если при половом акте произошло семяизвержение. Если же семяизвержение не произошло, то гусль брать было не обязательно. На этот хадис Абу-Саида Аль-Худри приходит у имама-муслима. Так вот, этот хадис Абу-Саида Аль-Худри является аннулированным. Что его аннулирует? Вот этот хадис Абу-Гурейры. Говорит, Потому что из этого хадиса Абу-Саида Аль-Худри понимается, что не нужно брать гусль, кроме как после семяизвержения, или при семяизвержении. Вот это, иншалла, понятно. Знаешь, окончательно постановление вопрос какое? То, что совершение полового акта уже само по себе влечет обязательность взятия после него гусля, даже если не произошло семяизвержения.